В этом уроке мы вместе подключим рекламу в нашем мини-приложении «Блюдо дня» и покажем тонкость ее применения в коде. Как мы уже ранее рассказывали, у нас есть три вида рекламы, и все они имеют свои способы для показа их пользователю в мини-приложении. Первый формат – реклама за вознаграждение или rewarded реклама. Необходимо проверить наличие рекламы. Для этого достаточно вызвать метод vkwebappchecknativeads через библиотеку vkbridge и передать ему формат рекламы reward. Реклама может не быть для некоторых пользователей, так как реклама является таргетированной. Если реклама есть, то далее мы вызываем метод бриджа vkwebappchecknativeads с форматом reward и дожидаемся завершения просмотра рекламы пользователям. По итогу просмотра рекламы промис вернет успешный результат и нужно будет выдать пользователю бонус за просмотр рекламы. Иногда для reward формата рекламы может быть показан более короткий ролик. Это означает, что показ рекламы был реализован вместе с водопадом форматов рекламы. За это отвечает параметр useWaterfall, который сообщает ВКонтакте, можно ли использовать рекламные материалы вида interstitial в случае отсутствия материалов вида reward. Если явно не указывать по умолчанию, будет показываться также и interstitial форматы при отсутствии reward. При проверке наличия рекламы также можно использовать необязательный параметр useWaterfall. Разрабатываемое приложение блюдо дня, вы можете в блоке заказа получить скидку на заказ за просмотр reward рекламы. Перед этим мы явно показываем пользователю, что он получит скидку за просмотр рекламы, а после просмотра мы выдаем этот бонус. Правый скриншот. Второй формат очень похож по внешнему виду – interstitial, реклама, которую показываем при переходе между экранами мини-приложения. Ее длительность до 5 секунд. Необходимо, так же как с рекламой за вознаграждение, проверить наличие рекламы формата interstitial, а затем при наличии рекламы вызвать метод vkwebappshownativeads через vkbridge. Данный формат рекламы не поддерживает водопад и имеет длительность до 5 секунд. Третий формат – баннерная реклама. Для отображения баннера в мини-приложении необходимо вызвать метод vkwebappshowbanneradd и передать ему параметры для отображения баннера. BannerLocation – положение баннера сверху, топ или снизу, bottom. LayoutType – наложение баннера поверх приложения Overlay или уменьшение экрана приложения Resize. При отображении баннера сверху возможно использовать только Resize. CanClose – отображает ли кнопку закрытия в баннере. Пример показа баннера снизу с типом наложения Resize и возможностью закрыть представлен на слайде. Подключить рекламу и начать зарабатывать в мини-приложении просто. Уверен, что у вас получится.